Всем доброе утро! Лазаревское, 27 число, 8.15. Московское время. Ну и я, сами понимаете, иду в сторону моря. Что хочется сказать? Вот на сей момент мы гуляем по парку, и обратите внимание, никаких колыханий растительности я особо не замечаю. Да, в вечерние часы что-то было. Что-то было, очень много опавшей листвы. Кроме того, еще в районе железной дороги падали деревья, да не только там. Поезда были вынуждены электрички в том числе с пассажирами, кстати, ждать пока пути освободят. Не знаю, точно и достоверной информации у меня нет сейчас. На сей момент освободили и нет, но я так думаю, что сработали оперативно городские власти. У нас четко насчет этого быстро работают. Обратите внимание, сколько листвы. Сотрудники парка ее уже убирают. А там, на улице Павла, еще вчера в 10 часов, когда случилась беда, упало дерево, его оперативно распилили и освободили проезжую часть. вот тут тоже веточка упала. Я, честно говоря, не знаю, иду, вот сам думаю, а доберусь ли я до моря. Или мне все-таки стоит будет, надо будет, думаю, обходить. Сие для меня пока еще неведомо, так как в обуви у меня уже не в сапогах. В парке, как видите, тоже упало дерево. Вот здесь, в районе кафешки летней. Прям так большое достаточно. Ну и по ходу движения другое поменьше, которое просто сломало. Вот, смотрите. Ну, что-то у него не очень такая корневая система крепкая была. Даже два. Там дальше, вот сейчас, кстати, сотрудники электросети, я так понимаю, там разбираются. Тоже падало дерево. Оборванные провода, которые я вчера снимал вечером. Кстати, я позвонил сразу в службу, всех поставил в известность. Не знаю, как быстро они приехали. Ну, сейчас точно вот занимаются проводкой. Это не проводка, тут такие кабелюки там серьезные, не детские. Дерево я вам показывал в коротеньком шортс ролике. Но сейчас еще раз подойдем к нему с этой стороны и тогда уж точно на море. Сейчас в сторону моря столько машин едет, все едут посмотреть на штурмвейка. Там, похоже, тоже еще одно дерево валяется. Вот. Кипарис, я сейчас чувствовал такой хвойный запах. Распилили его быстро, все оперативно сделали. Дорогу расчистили, тут тем более у нас МЧС-то рядышком. Ребята работают четко. Ну что, пойдемте к морю. Шум моря мы с вами слышим на протяжении всего маршрута. Это оно так шумит там задним фоном. Тут тоже, видите, то ли веточка отлетела, уже убирают, ребята, все, наводят марафеты. Все будет четко. Пойдемте теперь к морю. Все деревья присмотрели. может быть, и грамотно сделали, что обрезали ветки весной прошлого года. Опять же, сейчас я снимаю на камеру, поэтому в темных местах картинка может быть несколько похуже. Уже, извиняйте, с телефоном просто крайне неудобно. Но картинка у него лучше в вечернее время. Ветра нет. на сей момент такое впечатление, что ветер был вчера в определенные часы. Он так подул слегка, завалил деревья и ушел куда-то во своясь. А я к морю, к морю, к морю. Куда еще идти? Видите, люди уже метут. Не буду мешать, сейчас обойду. Печки поют. Сейчас попозже еду. менять резину на зимнюю. Так как предгорья обещали уже даже снег. Выходим на улицу Павлова. Не знаю, сейчас не придется ли нам тут плавать. судя по всему придется. Люди туда он дальше не доходит. Донская столица, это значит фаворит приехали ребята. вот такая улица Павлова сейчас. Все блогеры все снимают. Нас тут теперь много. но опять же в 3 часа ночи скорее всего точнее в 4 часа ничего тут не было. Было все нормально. Даже фаворитик козырек висел нормально. А сейчас я гляжу его поправляют. Сами видите. Этого всего не было даже в 4 утра. Кого-то там подмыло пока не козырек делали. А сапожки то я снял. Вон видели? Шторм продолжается. Козырек повалило уже ближе к утру. Точнее в 4 ночи еще все было нормально. И фаворит вот надпись была и киоск стоял. Да-да-да все усугубилось так сказать. Вон сколько народа снимает. Смотрите. У меня конкуренция вообще пипец какая. по-прежнему по-прежнему на улице Павла вытекает ручей. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. А море просто красота. Я такого не видел никогда, ребят. ну и залазить смотреть не хочу. Я для моря тут пушинка. Вот твою маму. Извините за такие выражения. да, именно таким черным я море еще никогда не видел. Пытаюсь тут смотрите в прибой тоже раздолбало все. Где я вот ночь уже шел все нормально было. Дальше уже у меня наверное не получится пройти ребят кроссов ковтолетних. А сапожки у меня сохнут. Наверное мне придется обойти все это и выйти. Вот видите что натворило. Блин пипец двери разбило. роллставни. Жесть. По-прежнему на улице Павлова вон. Смотрите какие реки текут. В 4 утра здесь этого не было. Я просто по брусчатке сейчас стопаю. там река. Мне кажется ночью было лучше. В 4 утра я здесь ходил все было намного намного лучше. Чище был поток но не такой силы это стоял киоск стоял фаворит стоял на навес тоже стоял все нормально было. а сейчас походу мы поплывем. И зачем я снял сапоги я не знаю. там в районе штурма там вообще красота обхода обхода нет там не пройти только тут надо дождаться вот смотри походу придется бежать потому что сейчас один хрен один хрен нас накроет походу был такой фильм выхода нет еще одна партия идет короче надо развиваться и бежать босиком выйти что ли? я не знаю варианты какие походу у нас все веселее веселее становится кто не хочет уходить 10 метров которые надо пробегать а вода прибывает и прибывает главное интересно чтобы брусчатку разворотило кто-нибудь принесите сапоги ну да наверное нам тоже так надо будет а дальше куда а дальше полетим берем подсобный свет сейчас камера в руке так примешь а водичка теплая ну что пойдемте нормальные герои всегда идут так ну вроде выбрались вроде выбрались ребят ну что на этом заканчиваю эту часть пойду дальше странно выйти из воды сухим мне удалось все конец первой части но я иду туда дальше там в районе хотя туда наверное смысла тоже идти нету надо будет в обход смотрите там ребята просто пробираются по воде в районе беста очень красиво к сожалению блин у меня есть очень мало времени точнее у меня его практически нет поэтому всем пока я наверное сниму а попозже уже выложу вода в прямом смысле этого слова поступает сюда не туда в море а сюда из моря там ребят ох там то что утром я вам показывал все это фигня я пошел ребят я пошел обходить там такие волны обалдеть